Окей, хорошо. Версия с Патрушевым, который является основным игроком, получившим плюсы в результате всего этого недобунта. Ну, не она очень похожа на правду. То есть не без помощи разных иностранных друзей, но в целом он стал главным бенефицаром. Это чисто как в вкусном отце. Предатель тот, кто будет вести тебя на переговоры с врагом. Вот он вел переговоры с врагом. Вот он передал все Лукашенко. Лукашенко усилили, Путина ослабили. С Вагнером все хорошо. Тут же тоже очень важно, что они разрешили его частный самолет, что прилетел в Питер, собрал манатки, забрал паспорта, счета, офшоров. Ну, то есть он все поехал, почистил. Ну, и погнал себе дальше в Беларусь. Потом самолет еще возвращался, что-то там забыли. И через денек-два там поехали, дозабрали, что довезли. Выписки с реестров. Вот, то есть, соответственно, и Патрушев, который над схваткой приходит к Путину на следующий день, говорит, смотри, Симонян в Сочи, половина министров за границу, вторая половина поехала в Петербург, ну и третья часть просто забухали. Вокруг тебя непредатели. Давай чистить ряды, кто сидит возле тебя. Но министр аграрной политики, золотейший человек, даже несмотря на то, что он мой сын, но он остался. Видишь, как он тебя бережет. Даже ты улетел, а он остался. А не думаешь ли ты назначить его премьер-министром? То есть, или так вот что-то в таком стиле. То есть, он себя усилил. С точки зрения вот этих всех историй аппаратного противостояния, конечно же, старый ФСБшник залез в мозги другому старому ФСБшнику. И вот крутит, мутит, то есть, все, что надо. Вот, поэтому тут очень-очень рабочая версия. Так, хорошо, Золотов в этой схеме где? Потому что Золотов за последние несколько дней, в особенности несколько дней сразу же после мятежа, он прямо весь в медийке. Он тут и на параде стоит. Ну, малый парад, который у них был, во дворе Кремля. И он и комментарии дает, и заначки он жене отправил, и вместе с внуками в окопе сидел. Ну, короче, короче, вот все вот это вот. Где Золотов здесь? Золотов под Патрушевым или что? Или где? Или как? Ну, вот есть некое тайное энное количество предателей, которые еще не обозначены. Ну, предатели Путина имеется в виду, в нашем случае. Да, полупозитивные персонажи. Мне кажется, вот Золотов, потом Кадыров. То есть, явно бойкотировали и саботировали прямые действия. То есть, могли Золотов защитить Путина. Да, при всем наличии силы и оружия, которое в его подчинении, вот просто шеренгами мог вывести и защитить. Но вот эффективной работы поджененных Золотов мы не видели. По большому счету, коммунальщики, которые перерыли дорогу где-то между Воронежем и Москвой, сработали лучше, нежели сработал весь силовой блок. Например, возьмем Кадырова, который должен был поехать в Ростов и ликвидировать этого негодяя, и убить его, значит, зачистить и сделать все так, как надо главному императору, как они его там в переписках, царем называют. Вот, чтобы сделать царю приятно, должен был поехать в нестоличный город Ростов, и он встает в пробку. Ну, конечно же, нарочно. Бонус серьезный. Наследие Путина, вот, если там доверять, не доверять, крымлевским источникам, многим финансистам, они говорят, что Путин один из самых богатых людей на этой планете. Соответственно, ну, это же все делить придется. Да, каждому будет по куску пирога, это шикарный пирог. Плюс, каждому после развала может остаться, если там пойдет сценарий развала, да, незамены, каждому останется государство. Слушай, ну, это серьезная история. Тут у тебя ичкерия с возможностью добычи ресурса. Тут у тебя полностью государство. Ты единоличный монарх. Ну, получай. Живи себе, будешь дружить с Эмиратами Судовской Аравии. Ну, классно. В этом плане, то есть, а чего нет? А что Путин ему дал? За что он ему дал? В кабинете держал по 12 часов, чтобы зайти нельзя было. Ну, вот, или сына уже принимал, намекая, что он его ликвидирует. Ну, конечно же, он пошел против него. Ну, логичная история с Пригожными, с многими другими. Снова же. А где за этих сурков? Такой талантливый политтехнолог, который Донбасс окупит. А что случилось? А что, он без работы сидит? Нет, он работает. Только уже не на Путина. Ну, вот. Аналогичная история с пропагандистами. Пропагандисты с Москвы убежали. А чего никто не вышел? А где Соловьев вот этот? Или Киселев? Ядерный пепел человек. Почему он не вышел и сказал? Люди, выходите на площадь за Путина. Наконец-то пришло время борьбы с западной рукой. Да? Давайте выйдем миллионным митингом. Где этот парень? А что случилось? А что случилось? А где же? Вы же там 30 лет грели Путина на денежную котлету и также пытались с него вытащить все, чтобы купить недвижимость. В Амстердаме, на озере Кома, в Париже все прикупались, в Лондоне. Ну, форте-димарми раскупили итальянские. Где? Где вот эти протесты? Где митинги? Где выходы? Где бабушки Путина, в конце концов? Даже бабушки его предали. Вот это на самом деле демонстрирует, что вот эта элитарная часть госуправления России, она прогнила. То есть, и они уже его не считают своим главным. Он не вожак. Даже вот если сравнить аудио выступлений Пригожина и видео заявления Путина, то Пригожин такой бойкий лев орет, кричит, угрожает, идет вперед, несет. Он драйв чувствуется в этих аудио. А у Путина, а где залуженный? А что залуженный? Я не знаю, где залуженный. Он боится. Он когда говорит имя нашего главнокомандующего, его трусит просто. Он заикался 40 раз в 10-секундном ролике, пытаясь перейти, как он сказал, на иностранные языки, чтобы объяснить, где украинский главнокомандующий. Он боится его. Вот это его страх. И тут его мятежник, выкормыш повар, просто повареныш уже поднял руку на царя. Вот это вам история, да? И он его испугался. И вот даже в этих таких простых вещах, как голос, уже чувствуется, что Путин не вожак. Повареныш дает ему просто подзатыльники, и он соглашается с этим. Им более того, на кухне сказали, что обижать уже повареныша нельзя. Повареныш пойдет на соседнюю кухню, будет жить в Беларуси, но трогать его ты не будешь. Да, он периодически каждый раз может тебе еще раз дать подзатыльник, но трогать его нельзя. И все, и царь с этим соглашается. Он же даже не директор кухни, а он уже должен быть под поваренышем. Так, по твоему мнению, то, что происходило, имело под собой... Ну, то есть Пригожин хотел потрясать основы государства, Пригожин хотел занимать место в Москве, или у него были просто свои какие-то достаточно узкие планы по сохранению основного актива в виде ЧВК-Вагнера и по сохранению себя? Я думаю, что Пригожин идеальный русский революционер, в меру тупой и безгранично самолюбивый. То есть явно Пригожина использовали и наши, и западные товарищи. Но он и шел играть в свою игру. Он же несколько раз повторял, что смотрите, Шойгу, царь над схваткой, к царю проблем нет. Там вот эти сумежные с ним телеграм-каналы, которые непонятно, его, не его, да, он ведет, не он ведет. Там говорили, что там Пыпа ошибся, сейчас поменяем президента. Но он не говорил. Вот если сделать вот этот филологический анализ всех заявлений Пригожина в тот день, мы увидим, что не, нет. Он не постигал на корону, он хотел как раз-таки поменять министра обороны. Но он коммерс, вот типичный русский, питерский коммерс. Тут купил, там продал. Раньше он покупал пельмени, тут покупал, там продавал. Потом он начал покупать рестораны, потом ботафермы, а потом национальный государственный интерес. Купил он его по дешевке, согласился идти войной против украинцев. А продавал уже западным спецслужбам войной против Путина. Причем они честно ему сказали, не надо против Путина, просто иди вперед, мы тебе флаги сами нарисуем. И рисовали ему флаги. Вот это называется примитивность мышления. Благо таких много, и поэтому много кто к нему присоединялся. То есть они такие, о, нормальный движ. А вы куда идете, пацаны? На Москву. О, так и я с вами. Супер, супер. На Берлин ходили, на Москву пойдем. А им, что на Берлин, что на Москву. Во-первых, по расстоянию оно примерно одно и то, если взять в охват Россию. А второе, что то чужое, что то чужое. Поэтому нормально. Распрыг, не русский город.